Накануне завершился процесс голосования граждан, жителей Волгоградского региона в ходе выборов президента РФ и участия в референдуме об исчислении времени Волгоградской области. На охрану общественного порядка было задействовано около 5,5 тысяч сотрудников полиции, курсантов, слушателей и сотрудников Волгоградской академии МВД России, а также военнослужащих Росгвардии, представителей народных казачьих дружин и общественных формирований правоохранителей направленности. Безопасность на дорогах, прилегающих к объектам проведения выборов, обеспечивали более 600 сотрудников ГИБДД. Нарушение общественного порядка в ходе проведения выборов и референдума не допущено. О происшествиях. Вчера в дежурную часть управления МВД России по городу Волгограду поступил анонимный звонок о готовящемся взрыве в одном из детских садов города. Прибывшие на место полицейские и кинологи со служебными собаками обследовали здание детского учреждения и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов обнаружено не было. В ходе проведения оперативных мероприятий полицейские установили личность звонившего. Им оказался неработающий 36-летний житель Ростовской области, проживающий в центральном районе Волгограда. Подозреваемый пояснил, что поругался со своей сожительницей, которая работала в детском саду. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина позвонил в полицию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Законодательством за подобные деяния предусмотрена ответственность до трех лет лишения свободы. В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Гром» задержали 37-летнего жителя советского района. Мужчина подозревается в сбыте наркотических средств. Во время контролируемой оперативными сотрудниками криминальной сделки подозреваемый покупателю сбыл наркотическое средство «Каннабис». В ходе обыска в гараже домовладения по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили около 20 граммов запрещенного вещества, приготовленного к дальнейшему сбыту. В отношении задержанного следователям возбуждено уголовное дело. 80-летняя пенсионерка из города Волжского оказалась жертвой преступления. 13 марта утром около дома по улице Ингельса к ней подошли две неизвестные женщины и под предлогом снятия порчи завладели принадлежащими ей деньгами в сумме почти 300 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию только спустя несколько дней, так как до последнего верила, что произойдет исцеление от всех недугов. Ведется розыск преступниц. Уважаемые граждане, если в отношении вас совершено противоправное деяние или вы оказались свидетелем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по телефону 02 или 102 с мобильного оператора любой сети. Субтитры создавал DimaTorzok